Дианисия и Иоанна Сегодня Святая Церковь совершает память священномученика Дионисия Ариапагита. Причисляется он к 70 малым апостолам. Сей дивный муж происходил из знаменитой языческой семьи из Афин. Окончив философскую школу в родном городе, он отправился в Египет продолжать образование. В то время наступил именно тот день, когда Господь Иисус Христос испустил Свой Дух на кресте, померкло солнце, так что и в Египте была тьма в течение трех часов. Тогда Дионисий воскликнул, либо Бог, Творец мира, страдает, либо сей мир заканчивается. Вернувшись в Афины, он женился на некой домаре, от которой имел сыновей. Был членом высшего суда у греков Ариапага, вследствие чего за ним и закрепилось наименование Ариапагита. Когда апостол Павел проповедовал Евангелие в Афинах, Дионисий крестился со всем своим домом. Апостол Павел рукоположил его во епископа Афинского, ибо оставил он к тому времени супруга и детей свое положение ради любви Христовой. Довольно долго путешествовал Дионисий с апостолом Павлом, познакомился со всеми остальными христовыми апостолами. Особо ходил в Иерусалим, чтобы лицезреть Пресвятую Богородицу, и описал эту встречу в одном из своих трудов. Вместе с прочими апостолами присутствовал на погребении Пресвятой Девы. Когда мученически пострадал его учитель, святой Павел, Дионисий возжелал такую смерть и себе. Для сего удалился он в Галию вместе с Пресвитером Рустиком и Диаконом Елеферием на проповедь Евангелия среди варваров. Претерпел много, но многое ему и удалось. Благодаря его трудам немало язычников обратилось в Христовую веру. В Лютэции, ныне Париж, Дионисий построил небольшую церковку, где совершал богослужения. Некоторые историки полагают, что Дионисий Парижский – другое лицо от святого Дионисия Ареапагита, примечает святитель Николай. Когда исполнилось ему 90 лет, он был схвачен мучим за Христа вместе с Рустиком и Елеферием. Пока все трое не были усечены мечом. Отсеченная голова святого Дионисия отскочила на большое расстояние и упала перед некой христианкой Катулой, которая ее вместе с телом благочестно погребла. Пострадал святой Дионисий в царствовании Домициана в 96-м году. Написал знаменитые произведения о божественных именах, о небесной иерархии, о церковной иерархии, о таинственном богословии, о Пресвятой Богородице. Так часто в последнее время беспокоит вопрос времени. В последнее время вопрос времени. Время, за которое человек приобретает вечность. Время, которое ценнее золота, бриллиантов. Время, количество которого никому не известно. И время, которое мы так беспично и без всякого сожаления тратим. Сказать словами Трофима, вот бы построить волшебный город, время с гармонией подружить, чтобы был каждый кому-то дорог и не опаздывал жить. Не опаздывал жить. Ведь всё нужно в жизни делать вовремя. Славами Экклезиаста, время всякой вещи под солнцем, время разбрасывать камни, время их собирать. То, что человек может в юности, он же никогда не сделает в зрелые года. То, что в зрелые, никогда не сделает в старости. И за время жизни очень важно приобрести что-то главное внутрь себя. Приобретать сокровища, которые ни вор не крадет, ни тля тлит. Сокровище не истлеваемое, не уничтожаемое. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Сокровище. Что в нашей жизни является сокровищем? Часто человек приходит, когда с ним говоришь о его духовной жизни, выясняется, что о жизни духовной, ну как таковой-то и нет. Хотя человек и свидетельствует о себе, что он верит в Бога, что он его любит. Но мы же знаем, вера, она без дел мертвая. Очень много людей живут с мертвой верой. Ну то есть они вот так интуитивно, религиозным чувством осознают, что есть Бог. Ну потому что любой психически нормальный человек, он имеет религиозное чувство. Даже если он абсолютный дикарь, не умеет ни читать, ни писать, никогда не читал никакой духовной литературы, ни Евангелия, спроси его, есть Бог? Он скажет, есть. Потому что в нем живет это чувство. Но чувство, как, собственно говоря, и в семейной жизни, оно нам дается для того, чтобы человек правильно организовал свою жизнь, как некоторый аванс. Часто люди путают. Они думают, что любовь, она и есть вот это пылкое чувство. Почему в современных семьях так много катастроф? А потому что про любовь складывается впечатление по современным мексиканским и бразильским сериалам или по поэзии, по дешевой попсовой культуре, где любовь, ну это что-то такое быстрое, стремительное, ну пылкие чувства. А любовь — это совсем другое. Любовь — это свойство Божие, которое при определенных упражнениях может стать свойством человека, а для этого нужно трудиться. И вот эти чувства, они даются Богом, как некоторое топливо для того, чтобы построить фундамент, основание. Мы говорим про семью. А потом на этом основании терпеливо, с трудом, с несением скорбей, взаимным снисхождением, с усилиями строить на протяжении многих лет здание своего счастья. И лет через десять, наверное, не раньше, можно как-то оценить этот труд. Насколько в семье получилось построить любовь. Вот так и с Богом нам какое-то ощущение, чувство Бога дано, но этого недостаточно, потому что необходимы дела. Дела, в которых человек выражает свою любовь к Богу. Дела, через которые человек приобретает опыт и навык жизни с Богом. Так вот выясняется, что нет духовной жизни, ну потому что человек говорит, ну мне некогда молиться, я работаю, у меня дети, некогда ходить в храм, мне нет времени, чтобы почитать Евангелие. Да нет, время, оно такое понятие растяжимое. И с одной стороны, оно зависит от скорости движения, а с другой стороны, оно зависит от наших ценностей. Потому что то, что для человека важно, главное, ценностно, то, что он любит, на это он всегда найдет время. Что бы ему это ни стоило. Человек всегда делает только то, что он хочет. Ну, например, если человек хочет есть, он ведь превозможет любые препятствия. Он будет искать возможность удовлетворить эту потребность. Но такая же, но более важная потребность есть у души. Человек тоже хочет духовной пищи, которая есть благодать Божия. Но какие-то иные желания, они перебивают. Это главное. Главное желание, которое вложил Бог в человека. Желание вечной жизни, желание святости, желание обожения. И вот наше время, оно всегда распределяется согласно нашим ценностям. И в нормальной жизни обязательно должна присутствовать иерархия ценностей. Ну, на первом месте, мы об этом говорим очень много, всегда должны быть в приоритете отношения человека с Богом. Ну, потому что только в этих отношениях человек может жить полнотой, жить глубиной, которая в нем есть. Такая бездна, в которой сокрыто Царствие Божие. Только начав искать Царствие Божие и правды Его, человек может правильно относиться к вещам, правильно относиться к своим детям, к семье, к своему здоровью, к своей работе. Потому что тогда все оно приобретает какое-то гармоничное устроение. А если на место Бога, например, встает работа, ну, когда главное для человека — это оставить след на земле, совершенствоваться и реализоваться как какой-то специалист. он на это находит время и днем, и ночью, он работает. На место Бога может встать семья, дети. И это тоже неверно, потому что тогда любовь будет извращенная, эгоистическая, эгоцентрическая. или несчастье многих современных семей в том, что они такие педоцентричные, когда дети становятся главным сокровищем. А в семье тоже должна быть иерархия. Очень четкие приоритеты и ценности. И эта иерархия, она должна быть незыблема. Муж, жена, потом дети. И какими забавными бы не были малыши, они никогда не должны ставиться во главу угла. Но потому что таким образом воспитываются извращенцы, духовные, моральные, неспособные в дальнейшем выстроить свою семью на богоустановленных законах и правилах. И вот что является нашей ценностью? На что находится время? На телевизор? Всегда. На сходить в баню с друзьями? Находится время. Почитать газетки? Полазить по интернету? До моря времени мы находим на эту бессмыслицу. Бессмыслицу. И только для Бога всегда завтра. 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 Так вот, хочется всем нам пожелать, дорогие мои, чтобы мы четко знали наши ценности, мы знали наше сокровище. И чтобы это было не только на словах, в декларациях, а чтобы в жизни находилось время всегда на самое главное. Сначала на Бога, потом на семью, потом, наверное, на работу, друзей, ну и дальше там по убывающей. Помогай нам всем, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok